здравствуйте меня зовут лариса гордеева я увлекаюсь плетением из бумажной лозы хотел бы показать вам свои работы для канала мастера head made ну я хотела бы рассказать что такое плетение из бумажной лозы как это все происходит как все это начинается вот начинается так что мы покупаем бумагу вот потом режем ее на полосы разной ширины потом мы плетем вот такие вот трубочки из них сначала надо ее покрасить красим мы морилками вот различными вот спиртовыми на водной основе колерами какой цвет нам нужен потом когда мы покрасили это бумажная лоза высохла мы ее должны обработать вот потому что она высыхает она сухая ей невозможно работать и поэтому мы обрабатываем сейчас мы обрабатываем сначала пропиткой потом когда мы обработали несколько раз эти трубочки вот они у нас уже покрашены обработаны они тогда будут остановятся вот вот сухие трубочки да вот покрашены вот они такие сухие вот а это уже вот увлажненные ими можно плести вот и она вот так берешь вот так наматываешь на палец она как пластилиновая вот не ломается ничего плетешь с таким удовольствием вот потому что вот эти пропитки все но то не навозки в общем одно удовольствие мы когда начинали плести вообще мы ничем не обрабатывали эта лоза ломалась если ее переувлажнешь она махрится в общем столько мучений было сейчас вот придумал кто-то такую обработку это просто чудо вот хочу показать еще вот такие свои работы такой сплела сумочка такая малышка она мне так нравится вот но я еще сюда приделаю длинную ручку вот так вот открывается внутри она небольшая вот сейчас я смотрю модное такое семей мишной маленькая сюда вот влазит моя мобилка небольшая вот она паспорт очки ну все самое необходимое вот есть вот побольше такая вот сумочка вот тоже совсем другим плетением она сплетена вот такой разнос корневым плетением тоже сделан в общем тут много видов плетения разных вот олень такой сплелась тоже год назад плела такое в оленя вот рога сделала из холодного фарфора и вот бумажная лоза она такая податливая с нее можно все сплести с лозы но не все можно сплести потому что она сильно жесткая и здесь практически все можно сплести трубочками разными тоненькими тоже крутим и тоненькие толстые вот еще хотела сказать спрашивали вот а как насчет насчет как на улице себя ведет эта бумажная лоза ну я живу в частном секторе вот и я сплела себе ворону она у меня на улице уже наверно 3 года может три года уже и она под дождем под снегом вот я ее покрыла лаком для наружных работ и вот она как стояла вот единственная ты заметила я ее первый раз плела вообще клюв сделал с холодного фарфора понятия не имела как увидела на картинке так вот мне захотелось я сделала и в общем крылья вставила проволоку вот а хвост не вставила надо было вставить вот когда она намокает бумажная лоза она становится мягкая и вот под тяжестью но от этой воды вот и что там хвост так опустился а крылья так и стоят вот ну все ничего с ней не случается единственная я ее покрыла там купила для пробы самый дешевый лак на это покрасила и над к прям аж белая стала думаю боже что что это такое вот а потом она когда высохла она становится черная то ворона еще и мне был заказ тоже вот назад за заказали мне корзину под елку 60 диаметр высота 65 или наоборот вот ну в общем ушло мне на эту корзину 2800 трубочек живут я когда-то тоже пробовала сову плести тоже увидела на картинке вот и сплела вот такая нам пузатенькая была вся до а я с ней рюкзак было сделала вот и она так вот это выпуклость на спине мешало ну так я потом вот этим летом только дошло до меня взяла ее намочила вот так вот прижала прижала вот она мне плоская и такой рюкзачок у меня был ну я сюда я сейчас вот всякие свои запчасти ложу него мне как шкатулочка потом вот такая курочка у меня стоит с конфетками на кухне вот такие вот у меня тарелочки я сплела вот или хлеб ложу когда гости приходит но вообще-то я ее сплела у меня тарелки такие да и вот борщ или суп насыпаешь и вечно обжигаясь а так вот положила сюда вот вот так насыпала и ничего не обжигает и красиво и удобно и даже если сюда что-то капнет тут она лаком обработана помыла вытерла и все так что здесь проблем никаких нет лучше еще показать ну вот еще такая сумочка вот есть тоже сейчас очень модно гусиная лапка вот все ручная работа все прошито вручную вот вот и все вроде то что я хотела рассказать вам чтобы люди имели представление что такое бумажная лоза вот как она обрабатывается как она служит вот так что все